Золотой красавец самовар на 40 литров. Чая хватит на всех. Правда, закипает не быстро. Чем топится, смотри. Лучинка береста, да? Уголек. Да. Растапливаем берестой, березовые дровишки, также шишки, уголь. Все, что находится в природе матушки, все идет в топку, прекрасно горит. Иван-чай засыпают в еще холодную воду. В процессе нагревания он отдаст воде весь насыщенный вкус и порадует ароматом всех, кто собрался на водно-морской кинопикник на Базарной площади. В рамках традиционного фестиваля у Хацарицы на большом экране смотрят мультики и фильмы, связанные с реками, морями и, конечно, рыбами. Сентябрь теплом не радует, так что горячий чай очень кстати. Хороший, очень вкусный, ароматный чай, спасибо. Сегодня прямо это в тему, потому что прохладный ветер, а так с чаем теплее. Две недели под знаком рыбы у Хацарицы сортовала 27 августа и 14 заведений общепита, причем не только Тобольска, но и Абалака и даже села Покровское, предлагают гостям особое меню. Уха в разных вариациях – тайский, там-ям и японский рамен. Можно даже морского ежа распробовать. Удивляют табаляков и туристов мастер-классами, гастро-ужинами, ухой на свежем воздухе. Стать участником фестиваля можно не только угощаясь рыбными блюдами, но и участвуя в конкурсах. В группе ВКонтакте у Хацарицы расписаны все наши конкурсы. Это фотоконкурс, конкурс кулинарных рецептов, конкурс детских рисунков, будет конкурс костюмов 10 сентября на закрытии фестиваля, конкурс баек рыбацких – это наша новая история этого года. Мы предлагаем всем рассказать свои истории с рыбалки. Артисты из стендап-лаба Тобольского вместе с авторами этих баек подготовят из этого небольшой стендап-концерт. Фестиваль продлится еще неделю, еще можно успеть стать его участником. А финальной точкой станет большая уха дружбы, которую сварят в котлах на базарной площади. Всех приглашают отведать, а потом закрыть сезон танцев на открытом воздухе веселой фиш-пати. Елена Макова, Анастасия Терехова, Ярослав Прохоров. Тобольское время.